добрый день дорогие друзья хочу сегодня поделиться с вами небольшими хитростями совсем мастер-класс конечно хочу рассказать о том как вот можно сделать так чтобы донышко для того чтобы плести допустим вот такую форму чтобы донышко было плоским вот как сделать такую крышку вот с таким вот верхом то есть рассказать нам поделиться с вами небольшими скажем так если не хитростями то наработка еще хочу вам рассказать о том вот как я разводила краску которую мне прислала светлана панамарева и какие цвета пока что я набралась только до коричневой краски как я крашу трубочки вы увидите и увидите как я их сушу на той самой полочке которую мне девочки прислали вот и еще у меня будет один маленький сюрприз для вас я если вы досмотрите ролик до конца вы увидите красоты моего края где я сейчас живу если вам понравится такая скажем так рубрика который я буду вставлять в конце своих видеороликов я с удовольствием буду делиться с вами своими впечатлениями самое главное досмотрите ролик до конца так ну чтобы оплести вот такую банку нужно сделать так чтобы вот донышко донышко было тонким если я сейчас сложу трубочки как мы раньше складывали допустим 3 потом еще три потом еще три потом еще три будет очень толсто и не так думаю что банка будет неустойчиво стоять тогда поэтому я хочу попробовать сделать его таким вот образом наращивать трубочки же потом в процессе плетения вот беру 4 стоечки вот 4 2 трубочки на 4 стоечки и начинаю оплетать прямо сразу ситцевым плетением трубочки толстые можно это было бы потоньше конечно этого было до достаточно для банки я думаю что будет гораздо лучше смотреться если будет на толстых рабочих трубочках это таким вот образом сейчас пройду два ряда так много такое начало мне получилось теперь добавляем еще одну трубочку и начинаем подставлять стоячки кладем прямо вот так сразу на плетение мы его потом что сделаем когда она закрепится достает этот стоячок мы его просто напросто что обрежем и все добавляем следующий стоячок точно так же укладываем прямо на серединку вот теперь когда закрепила стоячки до следующего добавления стоек можно пройти несколько рядов птицевым плетения 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 будет потоньше двумя трубочками друг за другом стежочки стали большими сейчас я вот эту трубочку доведу фиксированным плетением и опять добавлю между каждой стойкой по одному стоячку точно также укладывая трубочки вот так доводя до серединки мы можем до самой серединки зависимости от того как они будут лежать их потом можно будет даже немножко подтянуть чтобы они не были сейчас чтобы закрепить можно сделать до серединки а потом когда они будут лежать в идти следующий ряд можно просто подтянуть и как только закрепиться они потом уже никуда не выскочат трубочки сейчас я пойду про кругу добавлю стоечки так вот как видите я закончила донышко то есть после того как подставляла стоечки 2 ряда проходила веревочка потом носитесь переходила так что было более плоско и вот эти вот трубочки когда закончу от грунтую вот это все отрежу нельзя было их оставить внутри потому что если заглянуть баночку они были бы видны их нужно обязательно обрезать и все я не стала добавлять очень много стоячков вот будут вести сицевым плетением вот такие длинные стежочки будут хорошо смотреться при оплетении на плетеные уже баночки потом нужно будет еще сделать и крышку тоже теперь по кругу просто плиту и до самого горлочка а потом как буду заканчивать покажу вам хочу вам показать что у меня получается первых баночка слилась и теперь еще хочу вот что сказать нам для того чтобы закончить вот это плетение на банке нужно обязательно одеть крышку потому что эту крышку нужно будет потом и плести если ее не одеть нет мы можем запрести так что потом крышка не оденется еще вот расстояние между стоячками видите какое большое здесь она будет начать уменьшаться уменьшаться потому что у нас что банка начинает уменьшаться горлышко и таким образом расстояние между стоячками уменьшается трубочки уважаться очень хорошо и как только я дойду до горлышко покажу вам как я это закончу как видите я до конца на самой крышечке не доплела почему потому что хочу сделать загибку розгу так не очень большую я не могу что не очень длинную почему потому что шаг длинный всего в два шага вот такой вот загибочку посмотрите сразу же что когда я делаю на девочку она дойдет до самой крышки все зависит от того какой длины у вас стойки и плюс ко всему такое расстояние вы оставили если оставить небольшое расстояние то длинную загибку делать нельзя потому что она перекроет крышку так закончилась рога и смотрите крышка закрывается вот так если еще заплести крышечку вот то как раз таки будет по уровню сейчас конечно тяжеловато ее снять я обрезала вот эти здесь были такие штучки их обрезала чтобы потом оплести крышечку как оплести крышка и потом вам покажу что такое вот донышко смотрите можно теперь я уже грунтовать вот это все обрезать и донышко получится вот такой вот плоская все это я обрежу потом вам покажу так на счет что хочу показать если вот сейчас после этого просто обрезка вот эти трубочки да они будут торчать как пенечки вот я что предлагаю сделать надрезаем трубочку ровная настолько сколько можно заправить ее вовнутрь таким вот образом туда заправляем можно сразу посадить на клей чтобы она не выскочила потому что если она выскочить потом при грунтовке обратно туда я как из-за праздника поэтому сейчас сразу смазываем клеем и заправляю от мире чуть длиннее оставляем трубочку так и сгибаем эту строчку смазываю клеем и туда вовнутрь я не вставляю вот таким образом смотрите печь выскочила уже плохо подклеила я вот сейчас все это проклею покажу вам что у меня получилось вот такая вот получилась у меня маночка посмотрите такой загибочкой теперь нужно оплести крышку вот я не рискнула вести крышку такими с толстыми трубочками покрасила трубочки из полосе 7 7 сантиметров так как крышечка у меня небольшая скажем так поэтому я трубочки свои разрезала пополам и вот таким вот образом для того чтобы сделать плоскую крышку смысла никакого не вижу потому что сами понимаете что крышка лежать сверху не так как донышко стоять банка стоит на этом на донышке поэтому вот обыкновенным плетением сейчас оплету крышку а потом покажу что буду делать с боковыми частями ну как крышку как делать верхнюю часть крышечки я думаю что показывать нечего обыкновенная плиту попробую сетевым плетением от начала до конца включусь покажу что будет дальше так вот я прошла два круга сейчас сюда добавляем еще одну трубочку вот так и и начну разводить стоячки и плести веревочкой две трубочки в догонку так сейчас вот этой трубочкой пройду потом дальше пройду второй трубочкой так ну вот уже у меня почти готова верхняя часть смотрите и последний ряд я хочу делать все это я прогрела сетевым плетением с двумя трубочками последний ряд хочу делать веревочкой чтобы закрепить ситец вот так и плюс ко всему вот сама по себе верхняя часть должна быть чуть чуть больше чем вот крышка потому что сейчас одним рядом подниму стоячки и потом сразу сделаю загибку сейчас подставлю сюда не хватило немножко мне рабочей трубочки дойду на стоячка осталось потом буду поднимать стоячки ну вот я развернула плетеночку и начинаю поднимать стоячки один ряд пройду только для того чтобы закрепить стоячки вертикальном положение и сразу же начну делать загибку все это достаточно миниатюрная поэтому загибку конечно сделаю ротку такой же как вот на банке вот я ставила сюда крышечку теперь прямо вместе с крышкой не вынимая обязательно запомнить это надо начинаю делать загибку сделаю такую же ротку как и наверху на баночке просто посмотреть хватит ли высоты загибки для того чтобы закрылась сама крышка так посмотрите не хватает значит нужно что еще хотя бы один ряд пройти веревочкой так ну вот как видите я прошла еще один ряд вот теперь можно сделать загибку не девочку ротку показывать просьбу больше я уже не буду потому что и так много раз мастер-классов еще и закончу покажу что у меня получилось так на вот такая вот крышка у меня получилось смотрите она еще не совсем высохла я вот грунтовала и и она еще не совсем высохла поэтому когда я ее приложила сюда можно было так спокойно поправить закрепить для того место которое нужно где-то придавить где-то растянуть так чтобы не было никаких щелей то есть вот такая вот крышечка она вся сплетена ситиным плетением только край веревочкой так она смотрится изнутри вот такое вот донышко плоская как видите ну и загибка просто по краю так пока не прощаюсь с вами сейчас в конце возможно что нибудь еще сделаем какой-то сюрприз а а а а а а Продолжение следует...